Так, хорошо, у нас здесь продолжается вереница необычных видео. В общем-то, мне еще один видос скинули. Называется он «Над самым жутким городом России 18+.» Я не знаю, о чем оно. Начало глянем и поймем. Так. Я приношу извинения всем, кого затронет этот фильм. «Население 235 тысяч человек, 84-й город России, 26 километров от границы с Украиной, 1000 километров от Москвы». Здесь теплый климат. Зимы преимущественно с плюсовой температурой и засушливое лето. Десятилетиями здесь добывали уголь. В советское время этот город даже был центром угольной промышленности восточного Донбасса. Сейчас большинство шахт уже закрыто в связи с нерентабельностью добычи этой горной породы. Но не об угольных заслугах или теплом климате этот фильм. В 1978 году сюда приехал один человек, которого вы хорошо знаете. Он прожил здесь 12 лет и прославил эти края не только на всю округу, но и на весь мир. Американцы снимут о нем не один фильм ужасов. Писатели со всего мира напишут не одну книгу в жанре триллер. А большинство жителей города, вспоминая этого человека, скажут вам, что не хотят или не могут о нем говорить. Это город Шахты, Ростовская область. Здесь убивал Андрей Чикатило. Блядь, ну это Чикатило что ли? Я знаю его историю, если что. Девочка 10 лет, выколотых глаза, вырезано сердце. Будем смотреть? Ну вот учитывая как они делают, в принципе... Место, где было обнаружено одно из тел. Мальчик 10 лет, 70 ножевых ранений, ампутированы гениталией, выколоты глаза. Колодец, в котором было обнаружено одно из тел. Множественные ножевые ранения, голова и ноги отрезаны. Откушен язык, соски, гениталии, глаза выколоты. Этот человек не достоин того, чтобы о нем говорили в этом фильме. Он не достоин, чтобы о нем говорили где-либо вообще. Но в этой истории были еще люди, из ошибок которых смогло такое чудовищное зверство происходить на протяжении более чем 10 лет. Чикатило не могли поймать 12 лет. По официальным данным он убил 52 человека. По неофициальным данным гораздо больше. А ну заткнуть хайло всем! Глава убил плохо подходит под описание того, что он делал с людьми. Больше подходят слова разрывал и истязал, унося с собой части тел. Субтитры делал истязал, унося с собой части тел. Я на стримку, атмосферный очень стрим, да, чат? Он переехал сюда в 1978 году и устроился на работу в этот... Очень вовремя, особенно такой донат с такой музыкой. Как Light Chill перешел в это. А у нас так всегда. Еще скажи спасибо, что не перешло во что-то более жесткое. У нас начинают за здравие, заканчивают за упокой трижды. Спасибо большое. Разгляну я за 25 рублей. Лицей преподавать. Если ты хотел увидеть, как выглядит серфинг интернета, он выглядит именно так. Когда ты начинаешь искать, как производят Мишу Гамми, а заканчиваешь тем, как преступник по прозвищу Гамми расчленял детей где-то в южном стате США. А после этого, когда узнал, что одного ребенка он заколол палочками для суши, ты пробиваешь того, то, как делают палочки для суши, и почему их производят из дерева, и вообще подлежат ли они переработке. Да, в принципе, да. Но за несколько лет до этого он уже был уволен из одной из школ за домогательство двух учениц. Уволили его с формулировкой «по собственному желанию». Это первая ошибка человека. Почему не написали заявление в полицию и не довели дело до статьи? Неважно, сколько бы он получил. Везде, в любой стране, любая полиция при совершении преступлений на сексуальной почве первыми проверяет тех, кто имеют статьи за аналогичные преступления. И как вообще стало возможно, что человек, уволенный из-за домогательства, смог вновь устроиться на работу преподавателем? Позже он покупает вот этот дом. И 22 декабря 1978 года убивает в нем свою первую жертву – девочку 9 лет. Тело девочки он выбрасывает вот в этом месте в реку Грушевку, в 100 метрах от дома. На следующий день тело найдут в нескольких десятках метров отсюда. Небывало дерзкое убийство несовершеннолетней, всколыхнула общественность, и Чикатило должен был быть первым в списке подозреваемых, так как он был собственником дома, который находился в 100 метрах от места, где было найдено тело. А если бы у него уже была статья за домогательство, то вся эта история закончилась бы расстрелом выродка, и более 50 человек остались бы жить. Но здесь начинается дьявольское, ничем не объяснимое везение самого страшного маньяка 20 века. В доме по соседству жил Александр Кравченко, ранее судимый по аналогичной статье за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Его арестовали, долго пытали, заставили сознаться и расстреляли. Лишь спустя более чем 10 лет после ареста Чикатило приговор Кравченко был отменен. Это вторая ошибка человека, а точнее всей системы. Сверху было спущено указание, чтобы народ не бунтовал, преступление должно быть раскрыто быстро. Позже в материалах дела также всплывет информация о том, что помимо пыток, заставивших Кравченко сознаться, в его дом были подброшены. Его воскресили, а нахуя чувака, которого убили, отсидел за изнасилование или убийство? За что он там отсидел, только что сказали? Тоже за убийство, да, какое-то, на сексуальном? Ну, вообще пиздец. Наоборот, я считаю, что таким образом справедливость наконец-таки восторжествовала. Вещи убиты и дополнительно все скрепили показаниями жены, которую заставили сказать то, что нужно следствию. А, изнасилование и убийство девочки. Ну и вот, и все, блядь, наоборот. То, что он отсидел и вышел. Ну, это ж ненормально, блядь. Изнасиловать девочку, убить ее, отсидеть и выйти на свободу. Пусть даже через духовку реалирует. Он, блядь, простите меня, не обманул человека на большую сумму, не угнал автомобиль, не знаю, там, не своровал кошелек, блядь. Он изнасиловал и убил девочку. Узнав об осуждении... Но есть же нормы закона? Да много чего есть, понимаешь? Но я, например, считаю, что многие нормы закона абсолютно не соответствуют тяжести деяния. И Кравченко к смертной казни Чикатило начал убивать людей одного за другим. То есть в тетради смерти ты бы поддерживал точку зрения Киры? О, да, безусловно. Я не буду врать, если бы у меня была тетрадь, которая позволяет при внесении точных данных убивать человека, то я бы изи прописывал туда людей, которые имеют абсолютно... на которых имеются абсолютно объективные, точные, не скомпрометированные доказательства, например, видео или еще какие-то их насильственных преступлений, массовых убийств, изнасилований, педофилии, просто убийств, блядь, людей ни за что. Просто так. Он вышел, проиграл катку в доте, и вышел, и застрелил человека. А человек просто домой шел, к семье, после работы. А он его убил, потому что у него настроение плохое. Ну, просто нервы. Да, я бы прописывал, мне еще поебать. У меня очень жесткий такой взгляд на это. Я не считаю, что такие люди должны существовать в нашем обществе. Я не верю ни в одно исправительное учреждение. Я не верю, что человека, который изнасиловал людей и убил их, расчленил, например. Его можно, сука, исправить. Вообще не верю в эту хуйню. Полная ебала, блядь. Исправить можно человека, который воровал, например. В это верю. Который подрался с кем-то и ненамеренно нанес тяжкие... Я услышал зов, и я пришел. Или, например, подрался человек с кем-то и случайно, ну, не хотя того, допустим, сломал кому-то там лицо, блядь, и человек стал инвалидом. Это полный пиздец. Но как бы умысла не было, понимаете? Можно еще исправить. Человека, который намеренно пошел, поймал маленькую девочку или мальчика, например, или взрослую девочку, или взрослого мальчика, изнасиловал, даже можно и не изнасиловал, а потом застрелил или забил ножом? Вы уж меня простите, но некоторые деяния не подлежат исправлению. Надо понимать, что статьи бывают разные. Я не говорю, что всех заключенных нужно... Ну, сами понимаете. Гим, почти на всех телах... Как бы ты отнесся к человеку, который является серийным убийцем, но все его жертвы — это другие насильники и убийцы без исключения? Ааа, блядь. Тут очень сложный вопрос. В таком случае важно четко понять, на самом деле все очень легко определяется умыслом. Установление умысла у лица, который совершает преступление, является важнейшим фактором. Почему? Вот тут, например, сказали, что если, например, есть серийный убийца, но все его жертвы — серийные маньяки-убийцы. Важен умысел. На примере сериала Декстера. У Декстера желание убивать. Он не может совладать с собой, и ему требуется совершение подобных действий. Для того, чтобы не вредить нормальным людям, он выбирает путь уничтожения отвратительных граждан, так сказать, которые совершали преступления. С одной стороны, его действия положительные. С другой стороны, важно посмотреть умысел его. Он убивает, потому что наслаждается этим и просто уменьшает сопутствующий урон обществу. Либо он убивает, потому что вычищает грязь из общества. Если вариант первый, то этого человека нужно судить и с ним сделать то же самое, что и с настоящими маньяками-убийцами. Если это второе, и от убийства он не получает никакого наслаждения, и его умысел это очищение, то здесь, конечно, есть самоуправство и так далее, но в моем понимании это бы не было отягчающим обстоятельством. Он бы все равно должен был бы сидеть в тюрьме, потому что самоуправство, оно чревато. Оно может выйти из-под контроля, и человек, который совершает самоуправство, к сожалению, в большинстве случаев не может четко установить вину лица. Из-за этого может с гораздо большей вероятностью, чем от судебной системы, пострадать невиновные люди. Именно для того, чтобы этого не случилось, это лицо должно быть изолировано, хоть оно и убивало плохих ребят. Но наказание, конечно, в виде смертной казни не обязательно, если все его жертвы действительно были маньяками. А если хотя бы одна жертва была невинным человеком, то смерть. Если он неправильно установил лицо. Короче, очень сложный механизм. Место, где было обнаружено одно из тел, множественные ножевые ранения, рот забит землей, ампутированы обе груди. Да, десорку сыграл. Прикольно, кстати. Мотив всех преступлений один. Получение оргазма. На одном из тел криминалисты берут на анализ остатки спермы и устанавливают четвертую группу крови маньяка. Это третья, самая страшная ошибка человека, из-за которой умрут более 20 человек. Группа крови была не четвертой, а второй. Из-за этой ошибки Чикатило не раз будет уходить из-под следствия, так как пазл у оперативников сходиться не будет. Дьявольское везение зверя преследует его во всем. Он не оставляет ни свидетелей, ни прямых улик. Он мог, сидя на теле, расчленять его, а в пяти метрах за кустами ходили люди. Сотни милиционеров и дружинников патрулировали поезда, вокзалы, станции, но все тщетно. Параллельно задерживали тысячи других преступников, а также десятки дураков-подражателей, которые пытались взять всю вину на себя. Но зверские убийства продолжались. В городе царила паника. Найдено более 30 тел. У оперативников возникает вполне естественный вопрос, как в такой ситуации выродку удается отыскать себе новых жертв. Все просто. Он не был похож на маньяка. Одет в пальто, серый костюм, портфель, скромный галстук, шляпа и очки. Знакомился в основном на остановках и вокзалах. Подходил к людям и заводил непринужденные разговоры из серии «Когда придет 18-й автобус?» А здесь есть короткая дорога до другой трассы, пойдемте покажу. Детей заманивал в лесополосу сладким или предлагал пойти к нему посмотреть мультики. Внушал доверие, разговаривал тихо и спокойно. Все жертвы шли за ним добровольно. Это четвертая ошибка человека. Пойти с незнакомым мужчиной в лес. Всем этим людям эта ошибка стоила жизни. Большинство тел было найдено в лесополосе по маршруту следования электрички Ростов-Новочеркасск. Помимо шахт, Чикатило также убивал в соседних городах. Новочеркасск. Население 167 тысяч. А дети не умные были, ты не поверишь, но сейчас много преступлений, связанных с обязанным на сексуальном характере, например, педофилами, под простой схемой действуют. Приглашают домой, дают сладкое, и это не шутка, это работает. В крупнейших промышленных центрах Ростовской области. Дети всегда тупые. Понимаешь, взрослые-то тупые. А дети уж подавляют. Здесь производят магистрально-грузовые электровозы. На заводе работают почти 10 тысяч человек. Одним из них когда-то был Чикатило. 17 августа 1990 года здесь найдут труп парня. На теле насчитают более 40 ножевых ранений. Как позже установят эксперты, парня кастрировали, когда он был еще жив. Ебать! Субтитры создавал DimaTorzok Как ты считаешь, что надо поступать с подражателями? Какими подражателями? Людей, которые имитируют преступления и совершают их? Я только что ответил, что нужно делать с людьми, которые совершают подобные преступления. Неважно, подражаешь ты кому-то или сам придумал. Город Ростов-на-Дону. Сумасшедший город для таких же, как я, любителей корабельной тематики. На вокзалах Ростова Чикатило знакомятся с людьми и приводят их сюда. Парк авиаторов. Здесь он зверски убил, по меньшей мере, восемь человек. Места, где были найдены тела. Парк авиаторов. Парк авиаторов. Парк авиаторов. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка на фоне отлично подходит В 1984 году, к тому моменту, когда уже было найдено более 30 тел, Чикатило второй раз попадает в поле зрения оперативников На одном из вокзалов Ростова на него обращают внимание ищущие маньяка-оперативники, как на не очень адекватного пассажира Он слоняется по вокзалу бесцельно и пристает к разным людям, в основном маргинального вида с целью познакомиться За ним начали следить и следили весь день Он приставал к людям в парке, на остановках и явно не хотел уходить, пока с кем-нибудь не познакомится Его задержали, при себе у него был нож, вазелин и веревка Он полностью подходил под описание маньяка, которого к тому моменту искали несколько тысяч человек Но его отпустили, так как не было прямых улик и группа крови не совпадала Его отпустили и, как написано на бумаге, установили наблюдение Но это только на бумаге, потому что с того дня он убьет еще 20 человек Это пятая ошибка человека Сделать что-то на бумаге, а на деле проявить халатность Халатность, из-за которой погибнут люди Из-за того, что Чикатило отпустили после трехмесячного задержания Он настолько почувствовал свою безнаказанность, что стал искать себе жертв прямо в центре города Поймали его только тогда, когда из Москвы приехал чиновник и сказал, что в России нет других дел, кроме поимки сатаны Поиски убийцы были настолько масштабными, что вошли в книги по криминалистике Тысячи милиционеров, лучших следователей прокуратуры и сотрудников КГБ искали его По сути, людей расставили через каждые 500 метров в местах, где он мог появиться И ловушка сработала Вот на этой железнодорожной станции Лесхоз Один из оперативников подошел к вышедшему из леса гражданину, попросил предъявить документы Ему показалось странным, что человек, не похожий на грибника, ходит по лесу Позже оперативник напишет об этом рапорт На следующий день в 100 метрах от этой станции найдут два изувеченных тела И тогда главному оперативнику по поиску маньяка передадут рапорт В котором прозвучит слово, ставшее для нас с вами синонимом ужаса Чикатило Его признания начались с того, что он показал тело одной из жертв Которые оперативники до сих пор не могли найти Вот на этом городском кладбище города Шахты Он закопал тело Алексея Хоботова Мать Алексея почти год ходила по ростовским станциям и электричкам Показывая всем фото Алексея В надежде, что хоть кто-нибудь его видел Один раз она показала в электричке фотографию самому Чикатило На следствии она узнала его по характерному жесту Которым он поправлял свои очки На суде он будет пытаться жаловаться на тяжелое детство Рассказывать, что он советский гражданин Симулировать душевную болезнь Писать апелляции президенту, но все тщетно Его убили в этой тюрьме 11 февраля 1994 года выстрелом в голову Люди из этой истории совершили ряд чудовищных ошибок Из-за которых погибли десятки ни в чем не повинных людей Каждый год в России гибнут десятки, иногда сотни тысяч людей из-за чьих-то ошибок Ошибки следователей, ошибки в медицине Ошибки в проектировании или банально ошибки за рулем Каждый человек, сам того не ведая, хотя бы раз в жизни бывает в ситуации Когда из-за его ошибки могут погибнуть люди Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны Где бы вы ни были и чем бы ни занимались За 2019 год в России умерло 1 миллион 828 тысяч человек А родилось 1 миллион 600 За прошлый год нас с вами стало меньше на 224 тысячи Это население такого города, как шахты Да-а-а-а-а Ебать Ебачат А у него много разных есть над городами Город белого порошка Не знаю, подпишемся, ребят? Может быть, как-нибудь глянем про кокаин? Потом, не сейчас Потом потом.